Брошенные бараки и дома в Турово, закрытые проезды к Оккея Никифорова, отсутствие хороших дорог в Варнеево. Это лишь часть проблем, которые подняли жители бывшего Донковского поселения на встрече с главой городского округа Серпухов Дмитрием Жариковым. Диалог с властью получился результативным. На заданные вопросы люди получили конкретные ответы. В начале встречи глава городского округа рассказал о перспективах развития территориального отдела Донковский и о планах на ближайший год. Предусмотрено более 11 миллионов. Мы планируем направить на замену светильников уличного освещения. Предусмотрено строительство уже в этом году блочномодульной котельной на газовом топливе в деревне Орнеево, на которую также планируется направить около 12 миллионов рублей. Наконец решится и проблема с энергообеспечением в деревне Лужки. Здесь в этом году появятся новые трансформаторные подстанции и участок тепловой сети. В пограничном и Орнеево построят спортивную и детскую площадки, а в Борисово по губернаторской программе установят многофункциональный игровой городок. О других грядущих переменах в облике села, деревень территориального отдела Донковский можно узнать на сайте городского округа. Финансирование будет выделяться равномерно, независимо от того, городская это историческая территория, либо территория присоединенная, которая ранее входила в состав Серпуховского муниципального района. Проблемы на территории бывшего Серпуховского района накапливались годами. С самых наболевших им начался диалог с властью. Возле церкви, которая двухэтажная, или как его называют, Белый дом, там люди не живут, а существуют, понимаете. Все обещали его людей переселить, то еще что-нибудь. Эта двухэтажка, о которой рассказала местная жительница Дарья Сорокина, возведена еще местными помещиками до революции. Трудно поверить, но здесь сегодня живут люди. На втором этаже, например, 78-летняя Валентина Гиязова. 30 лет она отработала на полях знаменитого Туровского. Самая большая проблема отопления, жалуется пенсионерка. Ни удобства у нас, ни свету, ни туалета, ни вазы. Купила обогреватель, а он очень много берет свету. Двухэтажка у храма не единственная проблема знаменитого своим прошлым села. Здесь Дмитрий Донской совершал переход через Аку, направляясь на Куликовское поле. Установленный в честь этого события памятный знак виден издалека. А в центре Турова вот такие брошенные бараки. Они бесхозные тоже. Сгорели уже, там и крыши провалились, там уже помойка. Можно их снести или что-нибудь сделать, чтобы дети лазают там? Да, не свяжутся к вам приедут. По поводу сноса мы к этому вопросу вернемся. Дмитрий Жариков проблему жителей старой двухэтажки взял под свой контроль. Уже сегодня в Турово выехала комиссия, чтобы осмотреть условия проживания людей. Жители села Деревень, бывшего Донковского поселения, недовольны стоимостью и темпами проведения газификации. Сумма вылазит, ну, в миллион. И больше. Поймите, что сельские жители, у них пенсии, сами знаете, какие. По вопросу газификации с жителями самых проблемных территорий будет проведена специальная встреча. Отдельный разговор и о проблемах законности землепользования. Люди возмущены поведением руководителя сельхозпредприятия Туровский. Не пашется, не сеется, все заросло. Пляж и тот весь перекопали. От Зиброво перекопали. Ров, съездите, посмотрите. Вы видели там перекопано все? Пока нет. Вот съездите, посмотрите. От Зиброво, от самого крайнего дома, до Аки прокопали вот так, чтобы никто не ездил. И до Турово прокопано. Местным жителям вообще на Аку не попасть. Если вы считаете, что где-то кто-то порой не так, ну тогда обращайтесь ко мне, я приделаю к вашему обращению, что называется, ноги, свое сопроводительное письмо и попрошу прокурора внимательно разобраться. Разбираться придется и с перебоями воды в Палихово, и с зарастающими бурьяном, бывшими совхозными землями, и брошенным домом в деревне Борисово, и с бездорожьем Йенина и Орнеева. За два часа прозвучали десятки вопросов, и на каждый был получен конкретный ответ. Некоторые были решены прямо во время встречи. В ближайшее время увеличится количество рейсов в Турово, а с наступлением тепла в селе начнут восстанавливать старый парк. Мы дальние, вы видели, что мы очень велико. Мы очень надеемся, что у нас так же будет красиво, как в городе Серху. Я повторю слова Елены Николаевны, потому что мы вот со всеми своими злободневными вопросами, мы на вас очень надеемся. То, что вы записываете, вы, в общем-то, теперь наши надежды и опора. Перемены будут, но не все проблемы можно снять в одночасье и сразу. Главное, что жителей услышали. И теперь решение поднятых вопросов под контролем.